Скажи, а ты не увлекалась книгами о воспитании детей, в которых написано, что дети всегда правы, им нужно все разрешать? Потом, вот эти легенды, что якобы японцы воспитывают своих детей, не запрещая им ничего, сами японцы это опровергают, кстати. Такие легенды существуют, и, к сожалению, в 90-е на нас все это обрушилось. Такой лавиной информации, которой раньше у нас не было, с одной стороны, не берите детей на руки, мы не брали детей на руки, а теперь психологи работают с поколением, которому так не хватает тактильности, или детям все можно, но тут уж, наверное, правоохранители работают с теми, кому когда-то в детстве все было можно. И если в прошлый раз мы говорили о критиканстве и ограничивающем поведении в отношении ребенка, то сегодня противоположность, когда моему ребенку все можно, а я воспитываю вот так. Пресловутая я же мать, да, в ролике, когда молодой человек налепляет женщине на лоб жвачку и говорит, а меня тоже так воспитывали. Причины этого какая-то самореализация родителей, может быть, не хватало в детстве вот таких вольностей, такого проявления любви, может быть, такая родительская гордыня, я хотя бы вот так всем доказываю, что а мне и моему ребенку можно. Их может быть много, этих причин. А последствия, к сожалению, одни. Ну, с определенными оттенками, скажем так. Это человек, который не сможет быть счастливым и социализированным в обществе. Он же привык, что ему все можно.